Количество авиарейсов по Камчатке увеличат, а аэропорты в отдалённых посёлках временно будут работать и в выходные. Такие меры приняли по поручению главы края Владимира Солодова, чтобы улучшить ситуацию с авиасообщением внутри полуострова. На Камчатке сохраняется сложная ситуация с сообщением авиационным внутри полуострова. Связано это в первую очередь с временной приостановкой полётов Витязяэра, нашего крупнейшего вертолётного перевозчика. С сегодняшнего дня здесь, на территории Камчатки, работает комиссия Росавиации под руководством заместителя руководителя Олега Георгиевича Сторчева. И по итогам комиссия сделает выводы о том, какие меры необходимо принять, чтобы безопасность пассажиров 100% была обеспечена, а полёты были возобновлены в максимально короткие сроки. Увеличение количества авиарейсов и работа аэропорта в выходные дни, по мнению властей, позволит сократить образовавшуюся очередь на перелёты по Камчатке. К сожалению, свои коррективы вносят и погода. Несколько дней на прошедшей неделе такие аэропорты, как Теричи и Киосоры, не работали по объективным причинам. В связи с этим, для того, чтобы максимально быстро обеспечить перевозку пассажиров, по моему поручению с аэропортами Камчатки отработана работа в выходные дни. Раньше мы пропускали выходные дни, сейчас в том числе и выходные полёты осуществляются. Кроме того, поставлены дополнительные рейсы в ключевые точки, в первую очередь это Теричики и Ассоры. Тем самым очередь будет разгружена, и я надеюсь, что мы в кратчайшие сроки возобновим ритмичное авиасообщение с нашими северными районами. Главы районов также проводят работу на местах по минимизации неудобств для тех, кто вынужден на долгое время оставаться в аэропортах. Так пассажирам, которые задержались в Теричиках, пообещали горячее питание.